В канцеляции с Канадой осталось еще два больших кусочка в виде произвольного танца и показательных выступлений, которые начнутся сразу по окончании соревнований. Мы смотрим произвольный танец, который сейчас будут исполнять Рэйчел Тибетс и Колин Брубейкер из Соединенных Штатов Америки. А на комментаторской позиции Василий Соловьев и Петр Дурнев. Добрый вечер, дорогие друзья. Привет, Василий. Ну что ж, действительно осталось совсем чуть-чуть и мы узнаем уже финальные результаты в танцах на льду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Я все-таки сказал, что ничего, когда смотрел весь спектрикой. Вот здесь он даже не упал на поддержке. Ножки разбежались. Но ничего, кстати, поддержка – ничего. И та другая понравилась тоже. Вот эта поддержка, которая заслуживает внимания, но насколько я помню, то время года 2 они её катают. Но поддержка же нет срока давности? У поддержек нет срока давности и срокогодности. Но для того, чтобы завоевывать себе имя и авторитет в танцах на льду, то, безусловно, все парни... Пользуйтесь свежими поддержками. Да, пользуйтесь свежими поддержками, да, запасайтесь заранее в супермаркете. Хочется видеть что-то новое. Причем есть очень хорошие дорогие бутики для поддержки. Я бы сказал, производители. Есть дорогие производители, предлагающие... Это действительно эксклюзивные поддержки. Очень дорого стоят. Подобраны специальными исполнителями, но для этого нужно конечно. И не каждому они идут еще, кстати. Конечно, можно, например, подобрать какой-то элемент, который... Два балла дидакшена, но один за падение, а второй, видимо, за передержанную поддержку, скорее всего. Нет, Петр, здесь все намного цениче. Один балл дидакшен за падение, другой за то, что встал и поехал дальше. А, то есть не стоило продолжать. Ладно, всегда стоит продолжать, конечно, это цинично, всегда нужно бороться. А у нас опять пропал... Продолжение следует...